В третьей части нашего фильма, пробитую при дистовизе, мы расскажем о ходе самого сражения. В предыдущих частях мы разобрали ряд важнейших вопросов, без понимания которых невозможно будет понять этот фильм. Обязательно рекомендую посмотреть эти части. Ну а теперь перейдем к самому интересному. Поехали! Wargame, Росс! Римская армия медленно двигалась по полю в сторону зеленого леса, перегораживающего Толину. Впереди застрельщики, копейщики и лучники, построенные друг за другом. Затем в своих бывых порядках шли легионеры. Вскоре уже можно было различить и только шум, но и увидеть огромное войско варваров, выходящее из леса и занимающие боевые позиции. На тысячах пик блестели стальные наконечники. Многие воины командирских шеренг стояли в римских шлемах и доспехах. Они были уверены в себе и вели себя вызывающие. Хотя бравада в варварах перед боем всегда очень быстро сменялась паническим бегством, при слаженном отборе правильного римского строя. Но в этот раз было бы как-то не так. Как будто бы варвары что-то знают, что римлянам пока неведомо. Слова Германика, произнесенные перед боем об обугленных на костре остриях пик и об отсутствии брони варваров, уже не соответствовали тому, что предстало перед римлянами. И что-то подсказывало бывалым воякам, что этот бой будет не так прост, как казалось, когда они были еще по ту сторону ведра. И в душе солдат начало закрадываться сомнение. А может, легионы варвары не случайно были перебиты в Тепстадурском лесу? И все мы зря насмехались над уцелевшими в том бою, называя их трусами. Магенеры шли вперед. Страх нужно преодолеть. Главный враг сидит в твоей голове. И победив его, останется только добраться до врага, осмелившегося бросить тебе вызов и покончить с ним, а потом получить тех женщин и свою долю добычи. И каждый солдат Германика знал это и верил, что боги сегодня будут к нему благосклонны. Это была лучшая армия Средиземноморья. Германцы построились в боевые построения согласно плану, придуманному на военном совете. Они доверились Армению. И вот они стоят перед лучшей армией империи в открытом бою лицом по лицу. Это совсем не то же самое, что стрелять по колонне легионеров из-за кустов, а потом убегать в чащу леса. Здесь удирать будет некуда, и стоять надо будет насмерть. Да и куда бежать? За спиной остались дети и жены, поля и скоб. Римлянцы пришли не просто мстить за Тертоборг, Армению, но и продемонстрировать жителям Севера, как не могут карать непокорные племена. Пощады не будет. И все это знали. Командиры подбадривали своих воинов речами, хулили героев, вызывали к помощи богов и хулили врага. И вроде все как обычно. Но все смутно понимают, что сегодня происходит не просто схватка двух племен, которые постоянно происходили в германских землях, а творится нечто такого огромного масштаба и значимости, что последствия этого смогут по достоинству оценить только через сотни и тысячи лет их потомки. Никто еще из них не видел такого количества людей в одном месте, готовых сражаться друг с другом. На картах часто рисуют армии крупными блоками. Это делают для удобства зрителей, но это стильно противоречит масштабам, которые армии занимали в реальном бою, на реальной местности. Так, на карте, которую мы сделали для иллюстрации битвы при Тестовизе, легионы первой линии построены в глубину строя в 24 шеренги. Это около 50 метров в глубину, что дает нам на карте тонкую полоску толщиной всего в 2 мм. Реальные армии на реальном поле боя выглядели именно так. Мы сделали объемную карту, которая позволяет лучше понять, как происходила битва, где были холмы, где равнины и лес. Сверло-зеленым окрашены равнины, темно-зеленые – это леса, коричневым я покрасил горы. При этом нужно понимать, что горы были покрыты лесом. Варгейм Рос На боевые порядки Рюльна налетели застрельщики и лучники германцев. Но они попали под массированные обстрелы римских стрелков. Если у германцев были простые глуки, то все рийцы использовали сложносоставные, пускающие стрелы почти вдвое дальше и имеющие большую бойность. Не только дротики и стрелы встретили германцев. Завязался стрелковый бой первой римской линии с пехотой германцев. Германцев Продолжение следует... Германик учел, что поражение вора было в первую очередь обусловлено именно нехваткой застрелочков. Германцы не смогли расстрелять безнаказанно легионеров, но в то же время они не дрогнули и бились с римскими ауксилиями на равных, не позволив перестрелять своих пикинеров. Так началась Великая битва при Федестовизе. Германская конница обрушилась на фланги германцев и прорвала их. Фацит выпишет, что им противостояла германская конница. Также он указывает, что в тылу германцев был высокоствольный лес. Варвары стояли не только перед лесом, но и на опушках лесов. Косвенно это подтверждает нашу мысль, что часть варваров стояла в засадах в тылу боевого построения. Фацит описывает лес как не имеющий травы. Видимо, это сосновый лес из старых деревьев. Между стволами вполне может проходить конница. Далее Тацит пишет вот такие слова. Этот дословный перевод похож на какой-то бред, но если вдуматься, то все делается логично и понятно. Учтите, что это слова Тацита, которые дошли до нас через множество переписчиков его сочинений. Плюс еще подверглись переводу на русский язык, что еще поубавило понятности текста. Этот отрывок текста очень важен для реконструкции битвы. Итак, он писал. И удивительное дело. Два отряда врагов пускаются бежать в противоположные стороны. Те, что были в лесу, на открытое поле, а те, что стояли на поле, в лес. Находившихся между ними хирусков, римляне теснили с холмов. Реконструировать этот текст можно так. Похоже, это описание того участка боя, где стояли отряды Арминия и дружины вождей. Садники Арминия упирались правым флангом в лес. Левее от них были союзные конные части. В лесу, в засаде, располагалась элитная пехота. Лево фланг римлян. Конные ауксилии приближаются к всадникам Арминия. Германцы ждали их, расположившись на холмах. Когда римская кавалерия пошла в атаку, то ее в лоб принял сам Армин. Его отряд стали теснить в лес превосходящие силы врага. Армин стоял на холме, откуда римляне начали его вытеснять. Собственно, про это Тациты пишут, что хирусков теснят с холмов, которые они заняли. Он заставил римлян атаковать вверх по склону холма, а своих садников поставил в поле выигрышное положение. Германская конница из союзников Армении, даже не вступая в бой, подступила в лес и увлекла за собой римскую союзную конницу. Они видели, что германская конница вроде бы сражается с ними, а частично убегает. И воины не заподозрили подвоха и устремились в преследование бегущего врага. И возникает вопрос, что мешало кавалерии римлянг атаковать германскую пехоту во фланг? И тут мы вспоминаем про те 1200 копеечки, которые мы разместили на фланге у германцев. Они по фронту могут встать на 90 метров. Видимо, они шли в бой колонной, и когда конница оказалась у них на флангах, развернулись на 90 градусов и ощетинились копьями. 90 метров вполне хватит, чтобы прикрыть германскую флангу и упереться на лес одним из своих флангов, чтобы не дать себя окружить. В лесу, вероятнее всего, были засеки из поваленных деревьев, мешающих конец легко там перемещаться. Плюс там еще располагались застрельщики. Конники физически не могут пробить флангу копейщиков. Тем более, что у германцев были длинные копья. Но удар во фланг, и то фланги, вдобак с фронтальной атакой на нее римской пехоты было бы фатальным для германцев. Это, во-первых, подорвало бы мораль по всей боевой линии. А во-вторых, не позволило бы менять шаренги флангитам, что привело бы к их разгрому пехоты легионеров. Но римляне бросились уничтожать отряд Армении и в погоню за бегущей кавалерии германцев. Когда римская конница пошла в атаку, застрелщики германцев, прикрывающие флангу в центре, тут же ретировались по всей боевой линии под защиту копейщиков. Римляне ответили тем, что вспомогательные войска отвели за второй эшелон, а вперед пошли четыре легиона и претерианцы. Произошла ошибка в ближнем бою тяжелой линейной пехоты двух противопорствующих сторон. Многие из воинов Армении были экипированы в римские доспехи. Магионеры не смогли сходу опрокинуть в варваровских позиций. Завязался в долгий позиционный бой в центре поля боя. Субтитры создавал DimaTorzok Как только большая часть кавалерии Римлян покинула свои фланги, увлеченные преследованием врага, началась атака за осады херуссков. На помощь к армению выбежала сначала легкая пехота, а за ней показались пешие к линии лучших бойцов германской армии. Именно про эти отряды варваров Тацит писал, что когда одни германцы забегали в лес, то другие выбегали из него. В этот момент воины левофланговой вспомогательной римской конницы поняли, что их отрезают от легионов, и сейчас начнется истребление. Поэтому часть бойцов стала отступать к легионам, пытаясь прорваться в тыл своей армии. Большинство стало отходить вслед за теми римскими всадниками, которые погнались за германской кавалерией, убегающей в лес. Точнее, на поляны и, видимо, какие-то проходы в холмах. Таким образом, на этом участке сражения римские всадники покинули поле боя. После этого отряды армии перекрыли возможность для возвращения римских кавалеристов на поле боя. Также в лесу должны были быть завалы из деревьев, затрудняющие обходные маневры римлян. Получилось нечто похожее на разгром батавов, но в этот раз добить римскую конницу было неким. Ее просто, можно так сказать, выгнали с поля боя и заблокировали в лесу. Правая фланга римлян Право-фланговая римская легионная конница не погналась за германцами и не вошла в лес. Они избежали засады, но и окружить фланг германской фаланги они не смогли. И тут у них в тылу стали выбегать из леса германские воины. Кавалеристы, видимо, более-менее организованно отступили в тыл своего фланга и стали угрожать отрядам германских вождей, не позволяя им атаковать правый римский фланг. То есть, если бы вожди повели свои дружины в атаку на римский фланг, им бы в тыл и левый их фланг влетела бы на полном скаку вражеская конница. Поэтому германцы не стали выходить на открытую местность и заняли позиции у кромки поля и леса. Мы оценим, что фронт атакующих засад из дружинников германцев на обоих флангах составлял 300 метров. Вполне возможно, что германик третью линию своего войска несколько отодвинул назад, скажем так, метров на 100-200 или даже более. Это нужно было, чтобы успевать реагировать на изменения боевой обстановки и не позволить врагу или паникующим своим войскам первых линий смешать ряды бойцов, стоящих в резерве. Казалось, что левый фланг римлян оголен и открыт для удара германского молота из отборных бойцов, которые прижмут легионеров к наковальне германской фаланги. Такой удар должен был обратить в бегство левого фланга врага. И кто знает, может за ним в панику обратилось бы и все войско неприятеля. Но Армения воевал против такого же талантливого полководца, Германика. Германика изучил тачку своего врага и понял причину успеха Армении и логику его мышления. К тому же, разгром Алых Батауов подтвердил мысль о том, что варвары снова попытаются внезапно напасть из леса. Мы предполагаем, что когда германик отводил вспомогательные войска из первой линии, он приказал им строиться на флангах своего построения. Они должны были прикрыть фланги от возможных атак из леса или обойти пехоту варваров с фланга. Ауксилии не успели выполнить этот маневр к тому моменту, когда Армений ввел в бой засады. И перестроение пришлось проводить в поспешном порядке, но в целом все получилось у римлян удачно, благодаря наличию конного резерва. На выходящие из леса отряды германцев устремились римские конные лучники. Они сковали действия отрядов германских вождей и затруднили быстрое развертывание их для обрушения римских флангов. В выигранном времени хватило, чтобы когорты копейщиков вспомогательных войск, состоящие из ретов, винделиктов и галлов, выстроили новую боевую линию. Римские копейщики выстроились примерно в 8 шаренг и приняли удар как положено, иначе бы их прорвали. Пока первые 8 шаренг сдерживали натиск врага, к ним на помощь постоянно подходили новые когорты ауксилиев из центра построения. Пехота по фронту стояла над 1400 метров, им нужно было время, чтобы добежать до своих флангов. В итоге на обоих флангах сосредоточилось столько ауксилиев, что их строй составил более 20 шаренг в глубину. Германцам же было около 10 шаренг. Армений, командуя конницей, пытался прорвать строй копейщиков. Личным примером он увлекал за собой воинов. Армений был изранен, но истекая кровью продолжал неистовый натиск. Еще немного, и копеечки дрогнут. Но отчаянной храбрости не хватило. Ауксилии выдержали удар. Германцы наступали с холмов, а римляне расположились на ровной местности в долине. При этом римским лучикам было легче стрелять по противнику, стоящему на холмах, так как было проще выбирать цель и меньше случалось перелетов. Даже в таких сложных условиях и русские, и остальные германцы долго сражались. В Армении почти получилось опрокинуть врага. Германцам, будучи в меньшинстве, удалось не только стойко держать центов, но и произвести охват флангов противника. Да, пусть не идеально, но создав реальную угрозу разгрома римлян. Если бы римлянами командовал не германик, а нечто похожее на вара, то битва при Едистовизе вполне могла закончиться полным разгромом легионов. Мы думаем, что германик берег третью линию римской армии из четырех легионов, как последний резерв, и в бой их не кидал до поры до времени. Геомер отвел дружины вождей на исходные позиции кромки леса. Этим он угрожал флангу врага и не позволял ему увезти конницу на другой фланг. А также, бывые в порядке римских вспомогательных пеших войск не могли эффективно атаковать фланги германской фаланги в центре. Сложился паритет сил, но это было выгодно римлянам, а не германцам. Но полагаем, как минимум, часть легкой пехоты варвары могли переместить на фланги и расположить их у кромки леса или в лесу непосредственно. Хотя они не могли стоять и за фалангой. Подтверждение этой мысли у Тацита найти нам не удалось. Также застрельщики германцев, отошедшие на правый фланг, могли перейти в атаку на противника, стремясь помочь дружинникам. Бои навыки этих бойцов были низкими, поэтому успеха добиться они не смогли. Многочасовое напряженное сражение забрало силы у всех участников событий. Мы считаем, что противники строились глубокими построениями не случайно. Однозначно шеренги во время боя меняли друг друга и в первой линии выходили свежие бойцы с обоих сторон. Уставшие и раненые воины отходили назад, но не покидали боевое построение, остановились за задними шеренгами. Там они отдыхали и готовились вновь вступить в битву. То есть воины из первых трех шеренг после 10 минут на бою отступали за своих товарищей, и у них было примерно 30-40 минут на отдых и уход за своими ранами. Потом они снова вступали в бой. Сражались примерно от 7 до 10 минут, в зависимости от интенсивности боя и общей усталости бойцов. При этом важно, чтобы солдаты противника уставали примерно через такой же промежуток времени. В противном случае они могли контратаковать противника на фазе смены шеренг. А вот если выматываются воины противоборствующих армии примерно одинаково, то и смены шеренг идут одновременно. И некоторые наши зрители сразу возразят, что нельзя поменять шеренги по всей боевой линии одновременно. Это вызовет хаоса в войске. Так их одновременно никто и не менял. Шеренги менялись в каждом подразделении самостоятельно. Из сообщений Тацита мы знаем, что германцы делили свое войско на центурии, то есть на сотни. И вот в этих сотнях по усмотрению командиров и происходили смены шеренг во время боя, согласно обстановке, которая складывается именно на этом участке сражения. У германцев таким образом было 4 смены боевых порядков. В каждой смене по 3 шеренги. Германцы неоднократно побывали на передовой, получили легкие ранения, ушибы и порезы. И самое главное, что они были все сильно физически истощены. Любовь, кто участвовал в драках или бугуртах, знает, что перед схваткой все бодры, веселы и готовы к бою. А вот после 10-минутного боя, получив даже не фатальные ранения и после физической усталости, люди начинают вести себя совсем по-другому. Они пытаются уклониться от боя, так как продолжать его у них уже нету сил. Легко рассуждать о храбрости, сидя на диване, не рискуя своей жизнью, не получая раны и не видя смерть своими глазами. Теорию о смене шеренг мы подробно разберем в наших последующих видео, которые уже активно готовятся. Wargame Ross Это прорывная теория для многих окажется истинным откровением. Она позволяет понять, как происходили рукопашные битвы в античности. В научной среде доминируют две теории относительно рукопашного боя. Первая – это теория толкания, по которой первая шеренга бойцов еще как-то ведет рукопашный бой с первой шеренгой противника, а все остальные шеренги просто толкают первую шеренгу на врага. То же самое происходит и со стороны противника. Суть второй теории заключается в том, что первая шеренга состоит из самых храбрых воинов, которые ведут бой с первой шеренгой противника. Все последующие шеренги в построении существуют лишь только для того, чтобы не дать храбрым воинам из первой шеренги убежать с поля боя. А также из этих воинов производится замена убитых и раненых в первой шеренге. Две теории, доминирующие в научной среде в данный момент, они не дают ответ на то, зачем армии строились в глубокие построения. О чем мы сделаем отдельный фильм, где более подробно все это разберем. А наша теория позволяет понять, зачем армии строились в такие глубокие построения. И именно для этого Армения создавал из массы воинов боевые отряды с четкой иерархией, где каждый знал свое место в строю и слушался приказов командиров. Без этого сменять шеренги невозможно. А без смены шеренг германцы не смогли бы выдержать многочасовой бой с римлянами и были бы смяты легионерами первые 10-20 минут боя, как это часто бывало в предыдущих битвах. В римлян со сменой шеренг все было как раз-то в порядке. Это и была главная фишка римлян и греков. Умение сменять шеренги в бою позволяло им громить варваров и создавать свои империи. Битва кипела на всех участках поля боя. В центре она шла очень ожесточенно. Правый фланг германцев принстинговал римлян, но не мог ни прорвать строй, ни зайти в тыл. Римские вспомогательные войска сдержали их натиск. Тацит про это как раз и пишет, что Армений почти прорвался до лучников, но его остановили копейщики. Явно идет речь о бои на фланге, так как если бы это говорилось о боях в центре боевого построения, то лучники могли бы легко отступить в тыл в случае угрозы для них, пройдя через линию легионеров. А вот если натиск идет с фланга, то им некуда отступать. Германик, глядя на спускавшиеся с холмов к линии германских вождей, осознавал, какую угрозу для его войска они представляют. Римский полководец видел, как отчаянно бросается Армений на копеечков и получая отпор откатывается назад для новой атаки. Как неистово бьются вожди, на римские союзники держат свои позиции, а подходящие подкрепления надежно укрепили фланг. Германцы увязли в рукопашном бою. Германик решился на рискованный маневр и выдвинул отступившего слева фланга к легионам конницу для совершения охвата неприятельского фланга и удара в тыл. Возглавил ее Стертинией. Они обошли германцев и вышли им в тыл. Маневр был рискованным, так как германцы постоянно устраивали засады на римских садников и громили их. Но в этот раз германик оценил силы противника верно. Германик понял, что Армений ввел в бой все резервы и засветил все засады. Он увидел, что германцы уже из последних сил держат боевую линию. Он также знал, что и его первые четыре легиона, и Ауксилии также сражаются на пределе своих возможностей. Стойкость германцев, думается, удивила всех римлян. Наступила кульминация сражения. Армений, заметив неприятеля в тылу, развернул остатки своей конницы. Германские кони и всадники были настолько уставшими, что противостоять римским конникам уже не могли. Да и вожди, увидев в своем тылу конного врага, начали отступать. Армению ничего не оставалось делать, как только попытаться вырваться из окружения и спасти собственную дружину и выжить самому. Стертини начал атаку. Теперь римляне атаковали с холмов, пользуясь этим преимуществом. При этом конкретно на Армения вышла конница Хавков. Хавки вместо того, чтобы добить отряд Армении, позволили ему уйти. Дружины вождей бросились бежать на крутые холмы, куда всадники взобраться не могли. Римская пехота погналась за ними. Правый фланг врага дрогнул и бросился бежать. Астертиня стал их преследовать, не позволяя перевести дух и остановиться. Германик приказал сменить первые четыре легиона, ведущие бой, на четыре легиона, стоящие за ними. Нерманцы меняться было не на кого. Все были уже в бою. Стало очевидно, что свежие легионеры смогут продолжать бой 7-10 минут и только потом сменять свои шеренги. А вот вымотанные битвы германцы смогут вести бой только уже минуты по 3 или 5. При этом смениться не смогут, так как римляне не будут отступать до собственной смены, а наоборот будут прессинговать, не позволяя смениться уставшему врагу. А значит, изнуренные боем германцы просто не смогут, не то чтобы атаковать врага. Они даже щиты не смогут поднять для собственной защиты. Это означало, что битва должна была очень скоро превратиться в бойню. И германцы это прекрасно понимали, видя, как к ним приближаются свежие четыре легиона неприятеля. Битва для германцев, несмотря на их мужественное сопротивление, была проиграна. Германцы побежали по всей боевой линии соприкосновения. Римляне погнали за ними, не щадя никого. Германцы со своего правого фланга бежали вдоль реки Везер, вдоль его обрывистых берегов. Конные римские ауксилии прижимали германцев к берегу. Тацит пишет, что под тяжестью людей берега обрывались в воду вместе с варварами. Конные лучники расстреливали всех тех, кто пытался спастись вплавь. Германник приказал не брать пленных. Римляне отлавливали варваров и жестоко убивали их. Тацит описывает, что некоторые варвары, попав в окружение, залазили на деревья. Когда их находили римляне, то они наспор расстреливали их из луков. Если лучников не было, то срубали деревья и несчастные разбивались о землю. Тацит пишет, что потери у германцев были огромны, а римляне почти никого не потеряли. Врага преследовали 10 тысяч шагов. Ясно, что это метафора, говорящая, что погоня шла долго. Каковы были реальные потери противоборствующих сторон, сказать сложно. Ясно, что римляне потеряли не так много воинов, а германцы, обратившиеся в бегство, понесли существенный урон. В следующем фильме мы попытаемся оценить эти потери. Также мы разберем еще ряд загадок биты приедистовиза, которые значительно меняют наше представление о результатах этого боя. Так что не пропустите этот фильм. Биты приедистовиза – это, несомненно, победа римского оружия. Мегионеры связывали тяготы и решения воинской службы с именем императора Тиберия, а с германиком – решительные действия, победы и военную добычу. Многие надеялись на скорое окончание войны. Войска, воодушевленные победой, провозгласили прямо на поле боя германика императором Римской империи и потребовали ввести их в столицу и свергнуть ненавистного Тиберия. Германик проявил сдержанность и отказался от столь лестного предложения. Он не желал начала гражданской войны, а может им двигали иные соображения, о которых мы уже никогда не узнаем. Война на этой битве не закончилась. Впереди была грандиозная битва у болота, о которой мало кто знает, но она поставила жирную точку в этой войне. Про нее стоит поговорить отдельно. Там и германик, и армяне снова проявятся как отличные полководцы. Не пропустите этот фильм. Хочу поблагодарить спонсоров канала. Эти средства идут на улучшение качества наших фильмов. Кто хочет оставить свое имя в титрах, у вас есть такая возможность, пройдя по ссылкам в описании к фильму. До новых встреч! Пока-пока!